О самом главном, о женском и не только, в программе На Лавочке В главных ролях Алиса Шахназарова и Залина Бодрудинова Точно, точно Добрый вечер, дорогие друзья, канал Прибой ТВ Уже, да? Она всегда с опозданием Залина Бодрудинова, Алиса Шахназарова, программа На Лавочке Хорошего настроения желаем мы всем тем, кто сейчас находится по ту сторону телеэкрана 9 сентября на календаре, друзья, пора свадебных мероприятий началась И у нас вся республика буквально гремит Залина, мне вот здесь что-то хотела рассказать? Никак не начнет про свадьбу? Нет, я уже, думаю, не успела, но, в принципе, расскажу и всем телезрителям Была на свадьбе, вчера все прошло удачно Расскажи, как ты там плясала, много там заработала? Нет, об этом я говорить не буду, об этом историю Он молчивает Скромничает Слушай, меня поразили молодожены Такие молоденькие, такое ощущение Невеста была лысая? Нет, нет Что-то другое? Что породило тебя? Поразило меня, знаешь, что возраст Такие молоденькие Жених все место? Да, Алиба, лиса Включай мозги Ты говоришь молоденькие, но все молоденькие женятся Я не вижу здесь ничего странного Было бы странным, если были бы старые Да нет, просто такое ощущение, что они вот только поиграли в куклы И вот их родители Такой маленький, щепленький Она такая маленькая, худенькая Очень хочется их приласкать, пожалеть, погладить Скажи мне, 18-19 лет? Да, так и было Ой, боже мой, бедная девочка Или я же не знаю, кого больше жалею Нет, девочка не бедная, мне кажется Или бедный мальчик Мальчик, ну не знаю Такое ощущение Взгляд, по крайней мере, у них не был зарелым Ты знаешь, а такие напуганные не были Ну, знаете, друзья Я, честно говоря, не сторонник ранних браков Но, судя по всему, есть люди, которые отдают предпочтение Жениться и вступать во взрослую жизнь в раннем возрасте Давайте вот и мы сегодня и обсудим все плюсы и минусы вот таких вот пар семейных Ранний брак В общем, мы возьмем эту тему За основы сегодня Сегодняшняя программа, да Кстати, у нас гость программы, друзья Буквально через минуту появится в нашей студии В свои 23 года Он является отцом семейства двух детей По-моему, успешно строит свою карьеру Все успевает Но, судя по всему, лет в 19 он точно женился, да, Залим? Об этом мы как раз у него и спросим А пока, ну, чтобы вы поняли, о ком идет речь Давайте послушаем песню в его исполнении О самом главном О женском И не только В программе На лавочке В главных ролях Алиса Шахназарова И Залина Бодрудинова Создание семьи, друзья Это очень важный Это очень важный шаг В жизни любого человека Ну, и мне кажется, молодые люди Должны, прежде всего, соизмерить свои силы И понять, что же для них важно В первую очередь Залина, не перебывай меня Если хочешь Педагог По совместительству Я вот очень о серьезном говорю, Залин Если хочешь, я тебе еще раз представлю Залина Бодрудинова, друзья Программа на лавочке Мы сегодня решили говорить Алиса Шахназарова не беспокоится Мы решили сегодня говорить о ранних браков Ну, и у нас в гостях сегодня Шамиль Ханакаев Шамиль Ханакаев Добрый вечер Мы рады тебя видеть Добрый вечер Шамиль, привет Рады, что ты преодолел это препятствие В виде расстояния с Хасавирта до Махачкалы Расскажи, как у вас в Хасавирте дела Все хорошо? В Хасавирте все хорошо Обстановка нормальная Свадьбы, только молодые и женятся Да, ты прямо в точку сейчас в нашу тему и начал говорить Ну, расскажи, вот ты же являешься частым гостем на многих свадьбах И вот тенденция как? Сейчас молодежь все-таки предпочитает раньше вступать в семейную жизнь Либо в более зрелом возрасте Ну, ты же видишь, когда заходишь в зал, сидят Да какие браки в возрастной категории, они молодые? В основном молодые Совсем молодые? Да, бывает даже и совсем молодые Ниже 20, скажем так, да? Да Не, ну я понимаю, когда девочка, ладно, там 18-19 лет куда-нибудь Но когда мужчина в 19 лет женится Для меня немного это вот как-то странно Зачем? Немножко пугает, да? Для чего 19 лет жениться, для чего? Ну, хорошо, 30 зачем тогда? Давайте подождем, пока 40 будет Ну, тоже верно 30 лет, на мой взгляд, мужчина уже состоявшаяся личность Должен стоять на ногах, должен знать, чего он хочет от этой жизни Хочет ли он семью вообще? Ну, знаешь как, Алиса, ну тут же такой момент И есть в 19 лет мужчина как... Уже зрелый Уже зрелый, да как в 30 А есть 30 лет? Я, конечно, сильно сомневаюсь Да, ну давай спросим Шамиля, он же все-таки... Шамиль, получается, во сколько лет женился? Ну, вот как раз в 19 лет Ну, расскажи нам, это было... Это что? Это была бешеная... Это был бой осознанный выбор Бешеная любовь или родители подсказали, как у нас обычно бывает Показали, увидел, влюбился, женился... Как все было? Такого не было, все как бы взаимосогласовано с родителем И как бы родители изъявили желание, и так же у меня тоже желание было Почему бы у меня... В 19 лет у тебя уже было? В 19 лет, да, я вот хотел самостоятельность, чтобы как бы знать, что такое, к примеру, самостоятельность Семья И семья, да Ну, тебя не пугал тот факт, что ты еще такой молодой Ну, впереди вся жизнь, надо, что говорится, и не знаю, там, немного там... Перебеситься Да, перебеситься, и мир повидать, и это повидать, и всякие... Я к этому времени уже много и успел В 19 лет Это во сколько же ты начал? Да, да, да Я в свое время, как бы, можно сказать, с 15 лет самостоятельен Уже умел с девочками как бы общий язык находить Понятно Пользовался популярностью, да? Нет, популярность в чем? Ну, имеется в виду, среди девочек А, так, да, я думал Нет В общем, с этим проблем не было? В 19 лет так, чтобы взять еще гулять там, или что-то в этом роде, такого не было Ну, вот часто же говорят об этом, женятся в молодом возрасте ребята, потом начинается загульная жизнь, часто браки распадаются, но, как говорится, Всевышний миловал, все хорошо, все замечательно Я думаю, это не только от возраста, от самого человека, наверное, зависит И судьба, наверное, и как предписано человеку Не то там, что человек женился рано и обязательно должен развести там, или обязательно это должно произойти Это от самого человека и от самой той пары, наверное, зависит, которые женились в это время И если у них любовь, тем более любовь, это уже... А скажи, вот к 19 годам ты созрел создать семью Во сколько лет ты начал зарабатывать? И был ли ты на тот момент уверен, что я смогу обеспечить свою семью? Либо была надежда на родителей? Надежда на родителей это и по всей дне есть Без этого как бы, я не знаю Ну, в тот момент, 19 лет, я имел какую-то, но небольшую свою заработку Уже как бы для себя мог заработать, да, вот скажем так И родители тоже, конечно, помогли и помогают по всей дне Я думаю, родители, которые собираются женить сына в 19 лет, они, наверное, себе четко отдают отчет в том, что это еще одна семья Пусть она маленькая, но ее нужно будет ставить на ноги То есть помочь молодым, ну и с образованием, и с работой, и с материальным обеспечением И раз молодые, оба молоды, то, возможно, момент, пока они притерутся, какие-то там психологические моменты, где-то что-то объяснить Мне кажется, это вообще очень огромная ответственность Да, очень большая ответственность И даже для родителей, да В общем, сейчас у тебя, на данный момент, двое прекрасных детишек Да, хамбуллях И планируется, наверное, еще несколько Ты молод, как говорится, успешен, но почему бы и не создать большую, крепкую, дружную семью, да? Вот предложение поступило, так что рассматривайте По сей день, если честно сказать, семья для меня как бы, да, вот дети То, что дети, это, вот, я считаю своей жизнью, вот, такой целью, да, для себя, вот, 24 лета, вот, иметь двоих детей И как бы уже хочется ради них жить Чтобы дети, вот, видишь, каждый день своих детей И как бы уже по-другому думаешь А когда вот ты почувствовал, как только у тебя ребенок родился, ты почувствовал вот это вот отцовское чувство Или оно чуть позже приходит? Вот, конечно, вот в таком раннем возрасте Позже, да, вот Сначала как игрушка, вроде так весело, хорошо, да? Это когда уже ребенок начинает, папа, там, все такое, уже на тебя внимание Уже ты понимаешь, там, не сосед, не какой-то родственник, не там соседские дети, которые будут, там, через день приходить Или там в неделю один раз видеть, и там на руки взял их, полоскал и все поставил А это уже твой ребенок, как бы ответственность имеешь И уже отношение, уже понимание другое Ну, вот удивительно, в свои 24 года человек мыслит очень правильно, очень зрело Ну, в какой-то мере, да, в какой-то мере он меня и переубеждает Вот именно, что для меня тоже Для меня стабильно, вот я думаю, думала, что мужчина должен быть обязательно в зрелом возрасте И должен в этой жизни, к моменту создания семьи, чего-то добиться, встать на ноги Ну, как у нас обычно говорят Вот по-вашему, да, вот ваш возраст, чтобы вы, например, ваш сын будет жениться Чтобы сыну вы сказали, да, вот этот, вот сын, тебе пора жениться Вот какой возраст, к примеру? Ну, наверное, в моем понимании, где-то 24-25, хотя бы Вот сейчас только мне 24-25 лет Вот я представляю для себя все то, что за это время я успел сделать И что мне предстоит сделать, да? Предстоит сделать, это я думаю, не стоит до 25 лет и ждать столько времени Ну, ты знаешь, это ты говоришь, что ты к 19 годам созрел и с 15 лет зарабатывал уже Да, дети уже с 10 лет уже, они знают, жениться там Нет, мне все-таки кажется, ты уникальный в своем роде экземпляр Потому что в 19 лет, мне кажется, молодежь еще далеко не мыслит о браке Уже 15 лет воруют, уже 15 лет самостоятельно Мне кажется, вот Хасаюрта, Хасаюртовский район, это какая-то отдельная, да, планета? Нет, нет, почему? И Махачкаре воруют? 15 лет воруют я еще не слышала Почему? Вот недавно я был на свадьбе, 15 лет, парень с воровой, ну, ей 17, девочка 17, он в 15 лет с воровой Мы сыграли свадьбу, все Все замечательно? Да, кошмар А он выглядел хоть, я не знаю, там, хоть немного Он выглядел нормально Мне кажется, в 15 лет еще какой-то такой сопливый чуть ли не Нет, удивительно, как в 15 лет хватило отваги, вот, сделать, решиться на такой серьезный шаг Это тот самый же возраст Выкрасть, ну, не знаю Бешебашный Такой, знаешь, когда юношеский максимализм, и тебя распирали Я все сделаю, планета меня ждет На лошади, в мешок, да, накинул и вперед Друзья, давайте мы, наверное, прервемся, посмотрим и послушаем еще одну композицию Ну, и наши координаты 91, 48, 58 Если у вас есть вопросы, может быть, своя точка зрения по поводу нашей сегодняшней темы, то смело к нам набирайте О самом главном, о женском и не только В программе На лавочке В главных ролях Алиса Шахназарова и Залина Бодрудинова Каждую пятницу с 19 до 20.00 на канале Прибой ТВ На лавочке В эфире уже Залина Еще раз приветствуем всех тех, кто только что к нам присоединился, друзья Хорошо, что на ногу не наступила Алиса, программа на лавочке Отдавила уже снизу Друзья, с нами сегодня в студии гость Шамиль Ханакаев Мы сегодня говорим о создании семьи на самом, что ни на есть, раннем возрасте Нет, раннем А в раннем возрасте Раннем этапе, я думаю, сейчас скажешь Да 91, 48, 58 Наш первый номер телефона Друзья, вы можете присоединиться к нам Высказать свое мнение по обсуждаемой нами сегодня теме Либо просто пожелать нам и нашему гостю хорошего настроения и доброго вечера Тоже будем рады слышать вас в любом случае А то иначе Алиса вас не выведет в эфир Я вот предлагаю даже чай налить, Залин Зря заваривали, что ли Да-да-да, есть такое дело Ну, говорим мы на тему ранний брак Чай-чай-чай-чай И давай мы тебя угостим, Шамиль Пожалуйста, пузатенькую чашечку Да-да-да, пузатенькую Ну, Залина может пока заполнить паузу, пока я чай наливаю Телезрители тоже пускай чай наливают Наливают чай, режут пироги Что там с баром осталось? Кстати, после баром все набрали Нас сегодня Шамиль, как говорится, весь, наверное, оптовый рынок скупил с двумя пакетами Пришел Это я тут подходящую поплачу У нас есть звоночек 914858 Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер Делаем еще одну попыточку 914858 Наш эфирный номер телефона, друзья Мы поднимаем трубочку Говорим, алло, добрый вечер Здравствуйте Алло Нет, видимо, звоночек сорвался Давайте мы пока, друзья, вернемся к обсуждаемой теме А к нам наверняка кто-то сейчас присоединится Наше мнение за это вот так вот надо А, да, ты своеверная, да? Да, своеверная Ну, знаете, что я хочу сказать, что касается нашей темы Вот сегодня, да, так смотришь вокруг все Что касается таких ранних браков Я редко это слышу Да, бывает, но редковато Потому что сейчас, мне кажется, все-таки молодежь более осознанно к этому подходит И у них еще такие требования Да нет, как начать создать семью? Ты что? У меня сейчас достойной работы нет Машины у них нет Ну, ты знаешь, я думаю, это вполне нормально Ну, с другой стороны, вот, допустим, не будет далеко заходить Мой близкий родственник Мы все у нас, у нас там же, хорошо, что говорится, задержался Никак не сделает выбор в плане женитьбы Мы говорим, слушай, ну сколько еще лет тебе надо ждать, пока ты свой дом построишь или купишь квартиру, да, жилплощадь Пока у тебя машина будет Ну, работа уже у него есть, благо Такая стабильная, он же несколько лет Здесь и такой момент Если честно говоря, долго думать, наверное, вот так все потом и запускается И желание пропадет жениться Вик, не зря же Алиса, вот сейчас если вспомнить, да, наши прадеды, прабабушки Они же во сколько, скажем, все бабушки, я как вспоминаю, рассказы Мою бабушку вообще в 14 лет отдали, Замечка Мою 13 лет, это было нормально А дедушке тогда было уже 33, и он был уже три раза женат Да, отлично, мой дедушка тоже был всегда женат Она рассказывала, он уйдет на работу, а она там вот эти вот камешки, что ли, раньше играла Он придет, кушать не готова, побьет, говорит Она еще ребенком совсем была Моя бабушка говорила, что в классике играла, у нас прям схожие истории Серьезно? Потом, как родила ребенка, сама, говорит, еще ребенок, говорит, хочу играться, говорит, куклы играть, там с девочками на улице бегать А у меня уже, говорит, девочка, говорит, ну, была, говорит, там Фамилия, у вас как трудно было супруге, или ты принимал участие в воспитании детей? Ну, не то, что воспитание, вот конкретно, ты ей чем-нибудь помогал, пока вот детишки маленькие были? Ну, да, помогал Я не буду спрашивать сейчас, менял ли ты памперсы и так далее Бессонные ночи, хотя в этом ничего такого Самому даже интересно было, да, почему менять Обычно наши мужчины не любят в этом сознаваться Единственное, что, как бы тебя останавливает, просто боишься уронить там уже Что-то неправильно делать, да? Это непривычно просто, да Бессонные ночи были? Да, бывали даже, уезжал с дома, со строком А, как крыса с корабля, да? Алиса Жена, значит, с детем Отопился, да? Жена с детем, а ты к родителям выступать Все, через 20 лет вернусь, да, когда подрастут? Да, Шамиль, ну, расскажи тогда Сейчас, я так понимаю, у тебя все стабильно Детки растут, семья, все, насколько я понимаю, ты счастлив в браке, все хорошо, все замечательно Можно поплюнуть Да, помашала Ну, дай лак, чтобы и дальше так было Расскажи, ты, помимо того, что записываешь песни, выходишь на сцену, выступаешь на концертах, работаешь на свадьбах Ты, судя по всему, еще где-то работаешь Да, я работаю в управлении культурой город Хасаверт, дворец культуры Спартак Это ты каждый день утром на работу, вечером домой или как? Ну, каждый день тоже положено, да Положено, да? Не получается Об этом не надо в эфире? Да, да, да А то, возможно, твое руководство сейчас увидит Скажу, скажу, каждый день хожу на работу Утром приду на работу, скажут, ой, какой ты там строил из себя И потребует, лучше скажем, как есть Ну, я думаю, за это у меня наказания не будет Мне наказания не будет Мы даже надеемся У меня коллектива, у меня коллектива очень хорошая, не знаю, даже родители, можно сказать, они меняют Поддерживают? Поддерживают, да Вот как раз таки и в плане того, что женился рано, были моменты, что даже с работы, да, руководители, они даже бывали, подсказывали некоторые моменты, которые они замечали, в чем нехватка или что-то как-то Ну, вот еще один секрет, да, удачное вот такое вот стечение обстоятельств Потому что рядом с ним были взрослые Да, и родители, и коллеги все поддержали А мне кажется, вот, допустим, как говорится, за любимым умутом, как говорится, правильно, на край света Да, на край света и рай в шалаше, как говорят Но, как только, вроде бы все хорошо, но как только молодая семья сталкивается с первыми трудностями А быт начинается разбиваться Разбивается корабль любви Да, и вот, к сожалению, такие браки распадают А в твоем случае, Шамиль, насколько я поняла, и родители поддержали, и даже коллеги И где какой совет нужен был, и направят, и помогут, и поддержат Это замечательно, ты знаешь, когда вокруг тебя люди, которые тебя любят, поддерживают Наверное, это все, что нужно для того, чтобы состояться успешно Да, ведь мне повезло, на самом деле И я что думаю, я не думаю, вот, там, 19 лет женился, 20 лет женился, 25 лет женился Ну, а в возрасте, да? В возрасте особую роль, по-моему, не играет Самое главное, что человек, как бы ни было, хоть 20, хоть 25, в первый раз с этим сталкивается Сталкивается, да И ошибки по-любому будут Конечно, в любом случае будут В чем, мне повезло, что я как бы пораньше избавился с этих ошибок Ну, тоже верно У нас, кстати, друзья мои, есть звонок, 914858, алло, здравствуйте Добрый вечер Алло С нами сегодня, по-моему, не хотят Нет, у нас, видимо, что-то просто технически не очень пока ладится А я чувствую, что люди звонят И, я так думаю, все равно пробьются в эфир, а мы пока продолжим Продолжим, и я хочу, Лиза, тебе было как-то мысль Нет, нет, пожалуйста Я вот тут еще думаю, мы так все технично обо всех сказали и обошли самую главную, да, героиню всей этой нашей истории Это твою супругу Ну, тут тоже ее терпение Вот тут говорит все о том, что она действительно умная и хорошо воспитанная девушка Знаете Она твоя ровесница? Хвалить мы тебе не говорим ее, потому что скажи, как есть Как есть, ну, вкратце, если это сказать Мне как бы с супругой повезло Я честно признаюсь, почему? Потому что идеальный муж должен как бы сидеть дома после семи хотя бы Но у меня это редко получается Она все понимает И в этом у нее есть понимание И понимание в том, тем более с моей профессией Вот самое главное, то, что я считаю Вот понимание бывает, звонят, бывают моменты всякие, слухи всякие И в этом И без этого, и без ревности не устраивало? Это, вы знаете, может в душе как-то это Или вы через это тоже прошли? В душе она это все, я думаю, сама как-то переборолась И мне это в явную так не выдает Почему? Потому что я думаю, если Кто-то очень умный наверняка на ушко шепнул Если там будет выдавать, я думаю Будут такие моменты, что-то я не пойму Подумаю, там она мне как бы Из этого вырастет скандал Меня как бы воспитать хочет Из меня там, как говорят, подкаблучник Я думаю, с этого могут возникнуть какие-то конфликты А то, что она сама в себе это все Ну ты знаешь, во-первых, это говорит о чем? О том, что она очень умная девушка Во-вторых, очень терпеливая Потому что я вот честно признаюсь Я в себе держать не могу Я должна выплеснуть, устроить истерику Переговорить, перемолоть, все А вот женщина, которая вот так вот все молча Есть какие-то моменты, в которых она даже где-то сомневается Пусть она молчит, переваривает все это сама Ценей это, Шамиль, обязательно Ценей и советую тебе ежегодно Обязательно какую-нибудь там, я не знаю Не туристическую, если не туристическую Хотя бы какой-нибудь санаторий Поездку я ей организовала, потому что женщина Ну вообще человек, который в себе это держит Потом она выплескивается и, честно говоря Или на санаторий забрать ее, чтобы она все Да, пусть там все выплескивает Да, пусть выходит и в сторону гор чего-нибудь там кричит А это, я думаю, стоит, конечно А ты балуешь жену? Подарками, вниманием, честно Если честно, редко это у меня получается А почему? Цветы не даришь? Я не знаю В душе не романтик как бы Приземленный? Ну я имею в виду приземленный С парашютом, да? Ну, я, например, подождите Я объясню, что я хотела сказать Я такой материалист человек Если даже мне принесут огромный такой букет цветов Я, если даже не скажу вслух, то я обязательно подумаю Кучу денег на этот веник угрохал Мне залпы деньгами А вот есть люди, да, романтики Есть более приземленные Вот эта веник, она любит Да? А что стоит радовать чуду? Это я могу точно сказать, что она, если я принесу Этого достаточно, чтобы быть счастливой Она обрадуется, она будет там неделями ее хранить Как бы, да, я знаю, почему Ну, видимо, это очень редко происходит Хоть редко, но я, как бы, делаю Такие тоже моменты бывают И она очень долго Иногда бывает Я новую куплю Может, выкинешь их уже Вот такой степени А цветы Цветы, да? Вот это все Она, хотя там Кучу денег, да, допустим Да, на это и срочет Ей только будет приятно Ну вот, видишь, совершенно разные люди Совершенно разные женщины У каждой свои плюсы и свои минусы Но каждая из нас по-своему уникальна Ну, я бы хотел, конечно, чтобы она думала За это веник Чтобы еще чуть-чуть Чтобы она больше думала Два заработанные вечером, да, вот там, деньги Да, да, вот сегодняшний оклад Чем мы Вот это сэкономливать Вы знаете, я очень Тоже с этим тоже у меня никак Чтобы сэкономить, такого тоже нету Я могу Ну, мы заметили, да Мы заметили Это как бы капля в море Вы просто не знаете, что там на кухне у нас Да В общем, давайте поговорим немножко Он аж покрасил, Шамиль Поговорим немножко о творчестве Шамиль Написано очень много песен Все они очень Ну, на мой взгляд Залина больше в этом понимает Все они очень качественно записаны Ты работаешь в основном с песнями Такого народного характера, да? Да, да Народного плана Как-то мы сидели с Шамилем на радио Тоже в программе на лавочке И дозвонившаяся задала вопрос Не хочет ли Шамиль исполнить песню На русском языке? А что это? Модно Все поют Почему бы Шамилю не спеть? Тем более вокальные данные Это позволяет Он аж рассмеялся Это было что-то В общем, желание петь на русском языке У тебя так и не возникло На русском петь Вы знаете Более Который мне подходящий колорит Это народный колорит И думаю Ну, мне бы Конечно Желание Вот Как бы Спеть на русском Это Может есть Может есть Просто не представляю для себя Вот на русском Вот Вчера пел такие песни народные Сегодня Шамиль А может это просто страх? Тоже может быть Почему? Потому что это я Просто вот Даже не пробовал Вот чью-то песню Даже вот Взять там Попробовать там спеть Просто не пробовал Я думаю Тебе и так хорошо видимо Нет никакой потребности Меня больше к национальному Народному Нашему Дагестанскому Ну вот так Экспериментировать Со стилями Да Даже Допустим Вот чисто ты идешь Народный Колоритный Такой у тебя все И тут выходит на русском И никто не понял Что это было Даша Нет почему Если он споет Если будет такая песня С акцентом Таким Дагестанским Народным Да Такая современная Песня А что у нас мало Я сейчас не буду Назад Это обидится Давай не будем Да С акцентом Все поют У кого-то получается Очень хорошо У кого-то не очень Но люди стараются Главное Они на это идут То есть тоже Дело благородное Можно такой момент Сдавать На русском На аварском Чтобы сразу Не переходить На русском Там Русская Ну как маленький Трамплин Совместить Но маленький Трамплин Мне кажется Это лесгинка Но на русском языке Про родной край Например Про дружбу народа Да-да-да-да В таком стиле Все Этому, конечно, нужно Я думаю Мое мнение Твое желание Главное Как бы правильно Выговорить слова На русском С чем у меня В данный момент Проблема Нет, ну я думаю Не очень нравится Мне очень нравится Он реально оценивает Возможность Понимаешь Где-то все равно Он, конечно, критичен Потому что Ты еще не слышал Как некоторые другие Говорят Опять-таки Не будем называть имен Наш номер телефона 914858 Будьте Немножко активнее Очень большое желание У нашего гостя С вами поздороваться Нет, я думаю Звонящих Залина уйма Просто что-то У нас все показывает Что От того, что это много Они даже сбивают А приятник Немножечко сложно Да Я думаю Все равно Что-то получится Вернемся Опять-таки К творчеству Шамиль Ну Какие-то планы Ты У тебя был Один сольный концерт Да В Махачкале был Да Ну Расскажи Какие впечатления Доволен ты собой Вообще Кем доволен Кем недоволен Что запомнилось Вы знаете Недоволен Чтобы сказать Я так тоже Не могу сказать Почему Потому что Достигнутым Человек должен быть Довольным Ну Критика Была критика К каким-то моментам Конечно Есть И сам смотришь Твоя же критика Или со стороны людей Да И со стороны людей Хотя Мне в лицо Я не знаю И как бы Так Не скажешь Открыто никто Не говорил Ну да Сам замечаешь Этого всего Это я не говорю Такие там Грубые Такие ошибки Все такое Ну вот Где-то Не так постоял Понимаете Слушаешь Слушаешь запись Где-то не так Вот Спел Да Допустим И там Что-то Не подошло Тебе Вот такие моменты Это я думаю В первую очередь Не кто-то со стороны Должен это заметить Это сам Человек А бывают люди И сольные дают И все кажется Им прекрасно Безоблачно И попробуй только скажи Я думаю Если мне будет казаться Что у меня все прекрасно Уже у меня подъема не будет Точно Тоже молодец Мне вот Чтобы Что-то нужно Исправить Чтобы В следующий раз Чтобы Изменить И более Чтобы это интересно было Просто Есть какие-то Наметки На будущее Есть проект Какой-то Над которым Ты собираешься поработать Как раз таки Работаем Над новой Программой Сольной В ближайшее время Надеюсь Мы пригласим Наших телезрителей На концерт Иншалла Готовлюсь То есть В проекте Песни Которые ты сейчас Записываешь Да Новые А скажи Вот эти вот Народные песни Это все Старые песни Которые ты Которым ты даешь Новую жизнь Или это ты Заказываешь У каких-то Авторов Вы знаете Певец Это всего лишь Картинка Картинка Который Или же Можно сказать Дерево Которое Сросло Красиво Стоит Которое Где-нибудь В саду Или же В лесу Которое Видит Человек Народ Видит Как дерево Все красиво Все замечательно А вот То что Вот этот Рабочий процесс Внизу Который Вот я считаю Это работа Это работа Чья работа Композитора Поэта Работа И композитора Работа И конечно же Там если есть Продюсеры Аранжировщики Какие там Те люди Которые С тобой Работают Которые С тобой Занимаются Вот это Все Это Корни Если Это Все Есть У тебя Как бы Хорошие И дерево Конечно Хорошо Срастает И вот А музыку Как вы спрашивали Музыку Пишут Новую Пишут Музыку Есть Старые Которые Были Песни Берешь По новой Аранжировке Делаешь Даешь Даешь Новую жизнь Как-то По-своему Уже Уже Как-бы По-своему Поешь Подаешь Да Все равно В народ Как-бы Вот Что-то Новое Спел И То Забытое Старое Народ Как-бы Уже Более Открыто Принимают Да Потому что Это не какая-то Новая информация Которая нужна Вот Я наверное Грубое сравнение Скажу Да Но допустим Маслан Гусейнов Вам всегда говорит Вот Народу Всегда лучше И проще Дать то Что они уже Забыли Но было им Когда-то Уже Воспринято Легко Это как Жеваная Жвачка Простите За грубость Ну Так Говорят Да Люди Ну Вот Как-бы Человек Уже Успел Соскуч А эта Ску Она потом возвращается В три раза А уже Как-бы С новой силой Воспринимается Когда уже В себе Как-бы Выдаешь Конечно Это приятно И Вот допустим Чем Ну новые Конечно Новые песни Это нужно Это Все старое Тоже Как-бы Не споешь Ну Хотя бы Пару вещей На новый концерт С того Старого Тоже Надо Брать Обязательно Фольклорные Вещи Чтобы Это Не забывало Чтобы Сегодняшние Дети Об этом Знали Слышали По Сей день Я Вот Мое Мнение К чему Пишешь Песню К чему Стремление Честно Сказать Бывает Молодежь Может Слушать Там Современные Всякие Песни Сколько Диск Могут Купить На базар Могут Пойти А Бывают Там Старики Взрослые Люди Которые Там Сидят Дома В этом Включили В телевизор И Слушать Ждут Что-нибудь Такое А Им Молодежь Слышат Такую Старую Забытую Такую Песню Я Делаю Такой Вывод Твоя Аудитория Это Более Старшее Старшее Поколение Нежели Чем 16-17 Летние Подростки Более Старшие Для молодежи В наше время Чтобы Лишь бы Зажигало У меня Такие тоже Есть Что-то такое Кислотное Сейчас добавляют Даже в национальные Такой Некий Микс Который Воспринимается Нашей молодежи На ура Обязательно Это разнообразие Я думаю Как бы Программа Стоит Нужно Это делать Почему Потому что Все народное 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 А как бы И к молодежи Чтобы И даже К детям Разносторонний Должен быть Артир Который Должен Интересовать Дети Тоже Чтобы слушали Тебя Должен попробовать Несколько стилей Мне кажется К сожалению К сожалению Время программы Друзья Подходит к концу Мы так Замечательно Сегодня Очень быстро Проходит Алиса Проходит быстро Когда гость интересный Вот в этом Секрет За эфиром Мы с тобой Допьем его Шамиль У нас впереди Рубрика Блиц опрос Друзья Шамиль очень честно И откровенно Даст ответы На самые серьезные Поставленные нами Вопросы Итак Рубрика Надеюсь Что серьезные Поставленные вопросы Блиц опрос Говорим правду И только правду Клянусь Честные слова Ну или что-то Похоже на правду Готов Шамиль Готова Залина Вечно я никак не могу понять В эфире или где Уже Залина Уже Шамиль В общем ответ Должны быть короткими Да Нет Я задаю вопрос Все понятно Не надо Нельзя Да Нет Не надо Не просто Да Нет Не надо Нельзя Возможно Оставим на потом Поехали Ты самокритичный человек Да Ты говоришь о чужих недостатках вслух Если человек как бы мне недалек Ты всегда выполняешь обещания Стараюсь Ты часто даришь цветы своей жене Редко Это мы уже обсуждали Как ты считаешь Внешность Играет роль В достижении успеха Конечно Конечно Для тебя важно Общественное мнение Да Ты смущаешь Смущаешься В обществе Красивых женщин Это Я думаю Любой нормальный мужчина Будет смущаться Как ты считаешь Ты много добился Многого добился Я не считаю Ну Хвала То что я достиг Когда-нибудь слышал О себе нелепые сплетни Очень часто Ты опускаешь руки Перед трудностями Стараюсь Не отпускай Можешь признать Свою ошибку Когда неправ Конечно Ты счастлив в браке Да Если бы ты мог Что-нибудь изменить В своей жизни Ты бы это сделал Думаю Что у меня нет Такого Чтобы изменить Жизнь Ну то есть Нет ничего такого В жизни Что бы хотелось Ради чего Нету 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 Ну значит Все у тебя ладно Чего мы действительно Очень рады С Алисой Да Алис Очень рады Да Спасибо Пусть все будет Вот в таком же духе В такой же гармонии И чтобы не сглазить На самом деле Чтобы не сглазить После того Как Шамиль был у нас В эфире на радио Мы настолько были Он ушел Мы столько Говорили о нем Да После еще обсуждали Настолько положительное впечатление Он у нас Произвел Он слег Заболел немножко Шамиль Ужасная Ангина Желаю чтобы Все Чтобы было хорошо Счастья Любви Вы только не слушайтесь Залину И Алисю Захотели жениться Женитесь хоть в 15 Проблем не будет Хороший пример есть Да Чем смогут Все помогут Я думаю В наше время Не стоит Откладывать Это дело Тоже Конечно Дагестану Проседание Мир Согласие Благополучие Иншалла Я думаю Если взаимопонимание Будет У нас И в национальном Вопросе И в народе В общем Я думаю Все хорошо будет Спасибо что были с нами Слушали нас И смотрели Смотрели Он сделал за нас Практически все Друзья Мы прощаемся с вами Я рада что мы вместе Я рада что вы с нами Всего доброго И пока 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 Салам алейкум Валайкум Ассалам О самом главном О женском И не только В программе На лавочке В главных ролях Алиса Шахназарова И Залина Бодрудинова Субтитры сделал DimaTorzok